итак дорогие друзья наконец-то я выбрал себе дистрибьютив это ксу бунту ребят на самом деле убунту это класс так кто смотрит сейчас видео у кого windows я тоже пользуюсь десяткой великолепнейшая система не буду ни говорить ни плохого ни хорошего но программировать как если вы вдруг хотите просто пользоваться или программировать то убунту вот она все делает правильно а правильно я говорю что допустим windows пайчаром когда настраивал битбакет писал уроки пришлось повозиться здесь все работает само но правильно все правильно но программировать и вообще работать в убунту ну это класс смотрите какие бархатные окна смотрите все ладно теперь почему ксу бунту ребят дистрибьютив много ну видно мне так раньше надо было я то минт установлю то дебиан ну вроде то но потом установил ксу бунту мне если честно сказать у бунту нравится а ксу бунту мне название не понравилось но эта система вот смотрите вот левый угол нажимаю да очень удобное менюшка все бери и настраивай все что хочешь инструменты все необходимое есть ребят все необходимое все работает стабильно но вот являясь таким прожженным виндосом вы знаете потихоньку начал от windows отходить не то что там вот windows плохой десятка отличная вещь но когда начинаешь писать код то командная строка нужно нужно винда все с обратными слэшами и начинаешь там возиться со строкой но немножко не так не то здесь все работает сразу и стабильно но сейчас расскажу вообще что меня поразило но вообще поразило я открою сайт участник ну во первых смотрите дальше все окна вот наверху надо браузер открыл надо там программу открыл надо терминал терминал открыл короче дело такое я как небольшой специалист очень часто ее ломаю систему ну хочется то установить потом что-то удалил изучать надо же да но вы знаете вот что меня поразило вот эту ссылку на статью володя семеновича разбивать диск я дам ребят то кто собирается программировать просто на другой диск устанавливаете ubuntu ксубунту мин дебиан но вот в чем фишка и что меня поразило до мозга костей при восстановлении никакой никакого гемора один раз разобраться а смысл вот в чем володя еще написал семенович обращу ваше внимание вот видите вот галочки стоят форматировать не форматировать то есть ну вот представьте слетела система ubuntu не запускается так вот сразу рекомендую есть такая утилита систем бак вот так она выглядит сейчас скажу ее о ее крутизне виндов такого нету ребят даже и не предполагается там много точек средств восстановления грубо говоря скачали эту утилиту наберете в интернет систем бак установили для того чтобы создать точку восстановления создать новую нажали все она размещается как ну она предлагает в каталоге home домашний так вот в чем суть и в чем важность а то что в linux каталог home понимает все системы грубо говоря система слетела ну все вроде утеряны все файлы а вот а вот и нифига и главное что даже переживать не надо что мы делаем когда вы откроете установите там флешку начнете установку системы у вас откроется такое меню и вы в старом меню увидите ну здесь просто Володя учил разводить что тут вот стоит система тут свап тут home и запомните по мегабайтам так вот если точку монтирования x4 допустим начало системы вы изменяете и устанавливаете новую систему грубо говоря свап переопределяете home home вы назначаете но галочку форматировать не ставите я сейчас просто улавливаете разберетесь вот тут Володя пишет И вот в дальнейшем при смене версии Ubuntu ставим галочку только на форматирование корневого раздела на раздел home э галочку не ставим а теперь и хотел ругнуться офигенная новость пред일 Я взял Ubuntu, значит, у меня были сохранены копии, я взял Ubuntu, переустановил, потом зашел в интернет, скачал систембак, и она обнаружила мои точки. После этого я просто выбрал точку восстановления и нажал восстановить. Ну, все очень просто. Восстановление системы. Все, ребят, и система опять готова, все мои файлы, все, что есть, все опять вернулось. То есть здесь нет страха, как Windows. Видите, как просто, что файлы, то, что программировал, а вдруг слетит. Да, правильно, ребят, Windows, согласитесь, Windows, там диски D и E не трогаются. Но если у вас слетает система и у вас нет резервной копии, грубо говоря, потом надо, что бесит, все программы по-новому устанавливать. Да, вроде не тяжело, вроде и надо. Почему? Потому что, как обычно, ставишь Windows, думаешь, так, ну, необходимое только поставлю. Откуда оно берется? Там, тут и опять куча мусора. Так вот, слетела система, опять все по-новому ставишь. Так вот здесь вы установили ту же Ubuntu, лишь бы она стала, а потом установили систембак. И опять ваша система. Буквально там 15 минут, и система опять моя стоит. То есть, конечно же, для программирования это просто супер. И терминал надо. Да я помню, как я начинал с Ubuntu, он мне был напряг. Но сейчас иногда легче набрать терминали команду, либо там скопировать. Я себе сделал вот такую панельку. Очень удобно. Ну, просто офигенно. Вот, она скрывается. Надо какая-то программа открыть. Тут настроил менюшку. Вот мне нравится, чем к Subuntu немножко другое. То есть, здесь у меня быстрый, надо скоробей. Я его... Не скоробей, а пароли. Я его открыл. Надо там поменять язык, но я настроил по своему клавиши. Просто-напросто, ну, скажу, мне нравится. Я не буду никого переубеждать. Просто приходит время, и ты начинаешь просто тяготеть потихонечку к Linux. Почему? Потому что программировать на нем одно удобство. Без всякого... Надо было битбакет настроить, настроить репозиторий. Да, все без всякого... Без всяких проблем по чарам настроил. Хотя по чарам и в Винде, и в Linux. Она же одинаковая программа. Это понятно. Но здесь вообще не копался. То есть, раз-раз, все и готово. Ребят, короче, это офигенно. Я вроде как и радоваться уже не надо, потому что столько эмоций. Ну, допустим, вы знаете... Классно, короче. Короче, классно. И особенно вот эта вот система баг-утилита, и вот это восстановление системы. Понимая, что теперь можно там чудотворить, то сделать, я знаю, что всегда моя система, я ее верну. И вот я себе потихонечку доставил программу, которой нужно. Все стабильно работает. Перед обновлением тоже я себе создал точку, старый удалил. Все. Тут можно и лайв-сиди сделать, и все, что угодно. Программ дофигища. Просто с годами я начал приходить к тому, что начал ставить только то, что мне необходимо. По сути дела. Ну и меня можно поздравить с дебютом. Это мое первое видео в ЛИН. А, второе, наверное. Вот именно Ксу А, Ксу Бунту первое. Потому что это тоже Убунту, только дистрибьютив. В общем, я пока не выучил, но берете Ксу Бунту. Мне он нравится. Тут, ребят, кстати, настройки, да, тут и внешний вид, и все. Все здесь можно поменять. Значки, шрифты. Ну, я себе выбирал так, чтобы, грубо говоря, мне нравилось. Конечно же, предвижу, скажете, о, еще один линуксает. Ребят, никто же не убеждает. Понимаете? Никто не убеждает. Просто у линукса есть одна хорошая вещь. Здесь вот один модуль, одна задача. Но он эту задачу делает очень хорошо. Поэтому, когда есть какое-то любое узкое направление, когда вы начнете пользоваться линукс, вы его полюбите. И самое главное, я не отношусь вот сейчас, да, сказать, что, ой, виндовс это плохо, а линукс это хорошо. Ребят, как вы видите, к Субунту, ну, настроить, ведь это меню можно было и внизу настроить, тут есть настройки там и сбоку. Просто, по сути дела, он ничем сейчас не отличается с системой, грубо говоря, от обычной винды, да. Да, все есть. Но, еще раз повторюсь. Я не буду сейчас говорить, что вот виндовс плохо. Хотя, помню, когда первый раз на линукс я зашел, мне вообще, ну, так понравилось. Все эти окна бархатные. Все это работает правильно. Потом наводишь символом, все слетело. Но сейчас, когда вот я вам рассказал вот эти вот фишки восстановления системы, даже там она подчистую. Просто любые версии линукс, каталог хом домашний, понимают одинаково. Какую бы ни ставил, всегда домашняя директория будет, значит, супер. То есть, будет супер, будет в порядке. А мне это важно, понимаете? Мне это важно. Почему важно? Потому что, ну, начинаешь там вот, слетает винда. Конечно, там есть и акронис. Но почему-то, когда надо, что-то не так работает. Понимаете? Ну, два раза меня подводил акронис. Да, можно сказать. Ну, вот, вот не то восстановил. Не так. Один раз перепутал информацию, значит, стер. А мне надо, чтобы в домашнем каталоге я себе сделал виртуальное окружение. То есть, я всегда знаю, что виртуальное окружение будут, значит, те, что мне надо. Второй момент, что я восстановлю и те же настройки по HR, мне надо будет ковыряться, и список программ будет сразу, и все будет работать, вот как в лучшие моменты жизни. Поэтому, закончу тем. Зовут меня, вообще-то, Валерий Бурсыновский. Вроде бы и радоваться, как говорят, ну, надо, не надо. Ну, в общем, я просто захотел поделиться, что вы пойдете к Linux, рано или поздно, пойдете обязательно. Обратите внимание на ксубунту. Ну, в принципе, я рассказал. Продолжение следует... Продолжение следует...